Всем привет! Знаете, назрела такое вообще, не знаю, обида, досада, не знаю, как это вообще назвать. Состояние дорог в моем любимом городе Новосибирске. Состояние просто ужасное. Вот сегодня 10 апреля 2018 года. На сегодняшний день ни разу не видел, чтобы у нас начали какой-то ремонт. Хотя обещали, что 10 апреля он начнется. Сегодня специально проехался по городу, по основным магистралям ремонта я нигде не заметил. Хотя, конечно, погода у нас не очень, дороги все мокрые. Я вообще не представляю, как можно вообще вести какой-то ремонт, даже ямочный. От ямочного ремонта у нас одни проблемы. Ну, не знаю, может быть, конечно, это не ремонт виноват, может быть, просто так разрушаются дороги. Но на самом деле очень много ям. На скоростных магистралях, в самом центре города, везде. Особенно, если считая какие-то внутриквартальные дороги, там вообще просто такой ужас, что невозможно описать. То есть там скорость больше, чем 2-3 км в час уже опасна и для машины, и для подвески, и для окружающих в том числе. И самое главное, очень много пробитых колес, погнутых дисков, сломанного литья. Замечаю очень много машин, которые на самом деле, то есть, ну, едут и нарываются на эти ямы. Дорожники не делают абсолютно ничего. Я не видел, чтобы они что-то делали с этими ямами. Хотя бы засыпайте их песком, не знаю, щебнем, еще чем-то. Потому что, ну, это невозможно. Я сам, работая в такси по выходным, вчера пробил 2 колеса. Ехал там, где я езжу всегда, образовалась яма из ниоткуда просто. Может быть, мне везло, может, я проезжал мимо колеса, ее пропускал. Под водой не заметил яму, залетел, погнул диски, спустили колеса. 2 колеса, запаска у меня была одна. Представляете, какой вообще геморрой я испытал. Вопрос к властям, почему ничего не делается? Почему мы, платя налоги, покупая такой дорогой бензин, который стоит уже 40 рублей литр, ездим по таким отвратительным дорогам? Почему мы ломаем себе машины, ломаем себе подвески, рвем себе колеса, мнем себе диски, ломаем себе литье? Почему мы страдаем? У нас ямы, при том ямы глубиной до 15-20 сантиметров доходят. Хотя для пробития колеса достаточно и 5. С острыми краями, все. У нас очень много пробитых колес везде. На мосту, Димитровский мост, левая полоса, скоростная полоса. Яма, ну вот такая вот и вот такой глубины. Это просто небезопасно. В нее можно попасть и вылететь на встречку. Разрешенная скорость там 70 км в час. То есть многие ездят 85. Это если встречка идет 85, и ты идешь 85. Общая скорость 170 км в час. Это все, это просто, ну, смерть. А еще говорят, почему у нас так небезопасно на дорогах. Потому что у нас много ям. Потому что у нас водитель не ведет машину. Он высматривает ямы, чтобы не повредить себе подвеску. Не порвать себе колесо. Даже в центре города, на площади Ленина, это самый центр нашего многомиллионного города. Города, который третий в стране по численности населения. У нас ездить по дорогам невозможно. Одни стыки, ямы, кочки. Проблема не решается. Я вам сегодня покажу, какие ямы у нас в городе. И как вообще с этим бороться, я вот, ну, честно не знаю. Наши власти, видимо, тоже. Без мигалок. Наши дороги. Это просто одна большая сплошная яма. Вот это вот считается относительно хорошей. Одна из проблем родников въезда на родники. Здесь скорость падает у всех машин меньше, чем до пяти километров в час. Из двух полос полноценных получается одна. Даже не то, что не полноценная. Пробки в обе стороны. А здесь вот видно, что обочины вообще нет. Ну, тут вот тоже, как бы, все предельно ясно и понятно. Ну, как бы, у нас не город, а просто одна большая сплошная яма. Где люди просто пробивают себе колеса пачками, просто толпами. Вот хотя бы так должна выглядеть нормальная улица, нормальная дорога. Это кусок Красного проспекта в городе Новосибирске. Вот так выглядит адекватная дорога в центре города. Трехполосная, с защитным бордюром от встречных автомобилей. Ровная, без ям, без стыков. То есть, ну, просто прелесть, а не дорога. Это самый центр города, где находится у нас цирк, вокзал. Это улица Советская, центр города. Ну, как бы, такие ямы у нас, в принципе, никто не замечает. Потому что, ну, это смешно, потому что у нас есть ямы гораздо больше. Это центральный рынок. Центральная артерия, одна из нашего города. Улица Гоголя. Вот он, центральный рынок. Ну, смотрите, ну, вот здесь вот, да, здесь кто-то что-то попытался сделать. Ну, вот тут вот, ну, я даже бы не поехал здесь. Там на самом деле просто все печально. Продолжение улицы Гоголя. Здесь станция метро Покрышкино. Мы видим начало ям. И сейчас я просто специально поехал самым последним. Чтобы показать вам, что здесь происходит. Уже в течение пяти дней, как минимум, существуют данные ямы. Ну, их, смотрите, засыпали. Это что-то. Я думал, они до сих пор еще здесь есть. Ямы на самом деле кто-то засыпал. Там ямы были просто... Это безумие большие. Просто яма на яме. Это улица Гоголя. Это метро Березовая роща. Кольцо на Березовой рощи. Просто одни большие ямы. Знаете, в чем причина пробок у нас в городе? Это не большое количество машин. Это просто ямы. Элементарные ямы, которые снижают скорость движения. Заставляя тормозить. И тем самым скапливая большое количество машин. Это конец проспекта Держинского. Примерно 3-4 километра от центра Новосибирска. Уже ближе к окраине. У нас любят ставить вот такие вот знаки. Типа, ребята, все плохо. Едьте 40. А чтобы как-то сделать дорогу, да зачем? Ну, лучше поставим знак 40. И все. И будет нормально. Знаете, и на 40 можно пробить себе колеса. И на 40 можно сломать себе подвеску. Ставьте тогда уж 20. В том году осенью на этом участке дороги провели ямочный ремонт. Притом это было уже осень. Вот здесь видно вдоль дороги проходит. И смотрите, что произошло с этими ямками. Которые якобы заделали. Их просто смыло асфальт. Это эта же дорога в обратном направлении. Здесь тоже немного заделали. Но здесь сейчас не видно, потому что вода очень хорошо скрывает ямы. Но сейчас вот он тот участок противоположный. Сейчас можно будет оценить. Смотрите. В том году осени. То есть здорово. То есть здорово. Заезд на самую качкастую дорогу. Знаете, на видео это выглядит, конечно, так себе. Но если попасть в одну из вот этих ям, то ты просто-напросто задеваешь кузовом машины об асфальт. Единственная городская скоростная артерия, где раньше можно было ездить 80 км в час. На данный момент скорость снижена на некоторых участках до 60. На некоторых вообще стоят любимые знаки неровная дорога и знак 40. То есть от этого скорость движения здесь значительно снизилась. Вот. И, соответственно, все стали до такой степени тащиться. Ну что, как бы, 50 км в час поток идет. Центральный рынок, центральные улицы. Подведу итог. Дорог нормальных в Новосибирске можно пересчитать по пальцам. Остальное все просто как после бомбардировки. Как многие говорят, дороги растаяли вместе со снегом. Но снег уже растаял, а дороги продолжают таять каждую ночь. Даже на основных магистралях, на основных проспектах, на центральной площади Ленина есть ямы. Там, где люди повреждают свои машины. Повреждают подвеску, повреждают колеса, повреждают диски. И за это им никто не платит. Хотя они платят дорожный налог. Они покупают дорогущий бензин у нашего государства. У наших поставщиков, которые платят налоги государству. Притом бешеные налоги. Дороги у нас делают каждый год. Но делают настолько иного, что на следующий год они становятся только хуже. Если взять какие-то более-менее развитые страны, такие как Финляндия, Норвегия, либо Канада. Там, где климат хуже, чем у нас. Почему там дороги лучше? Вы были у нас на трассах? Они все вот такие вот, все в ямах. Все в стыках, все в кочках. Но у нас весь город такой. А что касается частного сектора, да там вообще проехать невозможно. Там пешком-то пройти нельзя. Я не знаю, как там люди вообще ходят. В такой вот межсезонье они, видимо, вообще сидят дома. Либо ставят машину в гараж и ждут, пока все высохнет. Пока дорога выровняется. А она не выравнивается. Она вот такая вот вся ямы. Там, где лежит асфальт, там еще ничего. Но там не чистят тоже снег, чтобы прям до асфальта. Поэтому там просто в снегу, во льду вот эти вот ямы до асфальта идут. А там, где нет асфальта, там, я не знаю, до центра вселенной. Просто дырки. Я, знаете, еду на Рено Логан, у которого, я не знаю, 18 сантиметров просвет. И он задевает то глушителем, то еще что чем-нибудь. Как там ездят на каких-то праворульных пузатерках, я вообще не представляю, честно. Факт в том, что основные магистрали, куча пробитых колес, куча недовольных людей, которые платят налоги, которые платят бешеные налоги, покупают дорогущий бензин. И я считаю, что они должны ездить по нормальным дорогам. Что можно, даже ямочный ремонт делать качественно. Чтобы вокруг асфальт разрушался, но эта заплатка никуда не девалась. Чтобы ее не смывало водой. Можно разработать технологию. У нас 21 век. Нанотехнологии, я не знаю, еще что-то. У нас херню какую-то, золоотвал берут и сыпят в ямы. Которые тут же водой смывают, и они тут же опять образуются. Но разве так делается? Надо что-то с этим делать. Надо, возможно, разработать какую-то группу инициативную, которая будет ездить по городу и тыкать носом дорожников. Вот здесь вот есть яма. Заделайте ее. Чтобы на следующий день ее не было. И так по всему городу. Я по-другому не представляю, как это делать. Потому что пока у нас в новостях в НГС не напишут, что там большая яма, там пробивают колеса. У нас никто ничего не делает. Почему? Да потому что, может, не знают, что они есть, эти ямы. Может, еще какая-то причина на это есть. Но пока носом не ткнут, ямы эти, сука, никто не заделывает. Вот извините, у меня просто накопилось уже. Потому что я езжу по этим ямам, по этим стыкам, по этим кочкам целыми днями. Мне хочется ездить по нормальной, ровной дороге, за которую я плачу деньги. За которую платят все. Все, кто ездит на машинах. Все, кто ездит даже на автобусах. Потому что они платят за проезд, за этот проезд. Автобусники покупают бензин. Платят дорожный налог. Платят страховки и все остальное. Платят все налоги. Почему мы, платя бешеные деньги, не можем ездить по нормальным, качественным дорогам? Почему? На этот вопрос мне никто не может ответить. Возможно, мы живем в России. Там, где просто всем на все насрать. Лишь бы просто поиметь денег. И на следующий год поиметь еще раз. Потому что если сделать качественно, то они не будут ломаться. Туда не надо будет вкладывать деньги. И те, кто на этом зарабатывает, они просто не смогут на этом заработать. Потому что они сделают качественно и будут сидеть. А почему не сделать качественно и продолжить расширять эти качественные дороги по всей стране? Если во всем мире говорят, что у нас две беды. Дураки и дороги. Вот этого я не понимаю. Почему мы, зная проблему, не можем ее решить? Давайте подумаем вместе, как это сделать. Всего доброго.